Хорошо. Итак, мы говорили, есть три запрещающих абсолютно заповеди, да? Это заповедь о запрете идолопоклонства, заповедь о запрете кровосмешения и блуда, и заповедь о запрете убийства. Я еще раз говорю, здесь говорится не об убийстве вообще, да, а о преступлении убийства. Хорошо. И запреты кровопроведения, это шестая заповедь. Ло-тирцах. Ло-тирцах. Дело в том, что слово убивать, это есть различные глаголы. Вот, например, убивать, быть убитым, казненным, да, видите, нора, расстрел и ужас. Вот, они одно слово, только там идет алиф. Гэй одно, а в другом алиф. Есть разница только в буквах. Прозвращение, видите, можно пасть на войне, да, павший на войне, не фаль. Павший на войне, как вот мы говорим. А если цирцах, что, какой корень? Ра-цах. Это что? Какое убийство? Которое ты хочешь, да? Ра-цах. Это сознательное убийство. Вот это убийство, ло-тирцах. То есть, не убивай. Это тирцах в будущее время, или в будущее время, оно в иврите является одновременно поведительным наклонением. Значит, не убивай. Загпред кровопролития и стремление к прекращению войн и убийств одна из главных идей наших пророков. Например, Исайя, 2 глава 4 стих. Он будет судить народы, обличит многие племена и перекуют мечи свои на орала и копи свои на серпы. Ло-иза-гой-эль-гой-гэрэв, ло-ил-миду-олт-милхама. Не поднимет народ на народ меча и не будут больше, что, учиться воевать. И вот противовес этим трем отрицательным указам. В Торе даны три положительных указания. В противоположность запрету на идолопоклонство какое? Шма-Исраэль, да? Шма-Исраэль, адана-элагейну, адана-эхат, вэ-агавта, это адана-элагэвха, и так далее, да? Видите, слушай, Израиль. Господь Бог твой, Господь един. Там, кстати, указывается три единства Божьи в одной фразе. Получается, и раз Бог такой, то делай, да? Да? Возлюби Господа, и там есть дальше заповедь, когда возлюбить ближнего своего. То есть, видите, как интересно. Возлюби Господа. Почему? Потому что Он Господь Бог твой, да? Тут нет каких-то особых объяснений, нет какой-то теологии. Я еще раз говорю, теологии и всякие логии выдумали греки, да? Мы знаем. Но у евреев теологии нет. Есть Богопознание. Даат-элагим. Есть такой термин, даат-элагим, познание Бога. И мы познаем Бога не в теологии какой-то, да? А посредством чего? Общения с Богом. Посредством выполнения Его заповедей. На асе у нишма, да? Вот это путь познания Бога. В отличие от различных теологий, которые являются, по сути дела, мертвыми. Ну, есть, конечно, 13 атрибутов божественного милосердия и другие вещи, которые можно было бы назвать теологией. Но вся теология еврейская в одной фразе, да? Шма-эсраэль, адана-элагейна, адана-эхат. А дальше уже идет этика, да? Отношение между человеком с человеком и с отношением человека с Богом. А раз Бог, значит, делает. Хорошо. Значит, Сафония. Я, тогда опять я дам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. То есть, Бог един, и все мы должны, что? Адана-эхат, ушмо-эхат. И едино Его имя. Это Захария, 14 глава, 9 стих. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един. Адана-эхат, ушмо-эхат. И имя Его едино. Итак, противоположность запрету на идолопоклонство. Да? Шма-эсраэль. Вторая противоположность кровосмешению и блуду. Это Левит, 19 глава, 2 стих. Левит, 19 глава, 2 стих, 19-2. «Объяви всему обществу сыновых Израилей и скажи им, святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». Когда говорится «я Господь Бог ваш», это не просто заповедь, а какая очень важная заповедь. Бог говорит и тут же скрепляет своим именем. Имя Божие имеет очень большую силу. Итак, противоположность кровосмешения – заповедь святости. «Святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». И в противоположность убийству и кровопролитию сказано Левит, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». Опять Бог говорит, что это особо важная заповедь, и тут же ставится печать. Смотрите как. Вы говорили, как любить ближнего своего. Некоторые говорят, что нужно иметь эмоциональную любовь. Это такая любовь, понимаете, когда если бы не Бог, ты бы никогда этого человека не полюбил. Как сказал один человек, «Ну, слушай, брат, я тебя так люблю, но ты меня так достал, что если бы я не верил в Иисуса, я бы тебя так дал под зад ногой, что ты бы головой в витрину разбил бы». Вот это есть любовь Агафы. А вот, люби ближнего. Но конкретно здесь говорится, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Да? Вот что значит «не мсти и не будь злопамятным». Да? Ну, «не мсти» я заповедь еще выполняю, вот «не быть злопамятным» мне трудно. В силу своих, так сказать, привычек и прочего. Да, да. Ну, видите, «не мсти». Мсти – месть – это конкретное действие. Это не только месть, что он тебе дал по голове, а ты тоже ему по голове. Да? Вы понимаете? Это даже если ты подумаешь о нем. Да. Вот, плохо. Как если один, как говорится, взял у тебя пилу и не вернул, а на следующий день просит топор, да? Вот, это такой пример, опять-таки. Вся этика, все равеннистические учения, они идут на примерах. Да? Мы говорили по принципу подобия. То, если ты мстительный человек, ты скажешь, я тебе топор не дам. Ты мне сначала пронеси пилу, да? Это мстительный человек. А если ты даешь топор, но говоришь, вот смотри, видишь, я тебе топор даю, а ты мне пилу не вернул, то ты какой злопамятный. Злопамятный, да. Да. Хорошо. Вот. Не знаю, подумать надо. Подумать надо. Да. Спросите у Джефа Коллинза, спросите у Джефа Коллинза о топорике, как у него магазин горел. Как это за память, да? Кто это? Ладно, я потом на перерыве вам расскажу. Итак, не мсти и не имей злобы на сынах. То есть, не мсти и не будь злопамятным. И если ты это делаешь, да, то ты любишь ближнего своего, как самого себя. Как еще говорят раввины. Ты любишь ближнего, как своего себя, да? У нас есть добрый глаз, и у нас есть злой глаз. Я поискакаю в зельберу. Добрый глаз, мы смотрим добрым глазом внутрь себя. И хотя мы видим свои пороки, но мы видим и свои достоинства. Ну, естественно, наши достоинства, они превышают наши пороки. Поэтому мы, в общем-то, себя считаем. Конечно, мы имеем определенные инициативы, но мы, в общем-то, неплохие. А злым глазом мы смотрим наружу. И мы видим ближнего своего, да? И мы видим его пороки, но не видим его достоинства. И если мы будем, наоборот, глазами смотреть, да, видеть свои недостатки и не видеть свои достоинства, и будем видеть достоинства другого, да, но не видеть его недостатков, вот тогда будет любить ближнего своего. Ну, еще любовь не завидует и так далее, да? То есть, зависть – это тоже страшное, разрушительное чувство, мы будем говорить об этом. Ну, вот, например, мать не завидует же, если успех у него сына или у дочери, правда? Наоборот, радуется. Почему? Потому что она любит их. Если мы научимся радоваться успехам другого, это будет проявление любви. Ну, и дальше 13 глава, 1 Коринфянам, я подробно вам перечислять не буду. Еще что говорят наши отцы. Перкей Авод, 1 глава, со 2 стиха. Шимон праведник был одним из последних мужей Великого Собрания. Шимон Гацадик, Шимон праведник. Он говорил, на трех основаниях стоит мир. На Тори, на Тори, Га Тора, запишите. На Тори, Га Тора, на служение Богу, Га Авода и на добрых делах. Гмилут хесет. Гомель – это избавление от опасности, избавление от какой-то смертельной даже опасности, от болезни и так далее. Гмилут хесет. Хесет – это что? Гомель – это милосердие. Поэтому здесь говорится о делах милосердия, но именно потреблено не дела, а Гмилут хесет. А? Первая глава, 2 стих. Перкей Авод. Итак, Тора, Га Тора, служение Богу, Га Авода и на добрых делах. Гмилут хесет. Или множественный Гмилут хесетим. 18 стих той же главы. Арабий Шимон, сын Гамлиэля, говорил, на трех основаниях стоит мир. На правосудии – аль-га-дин, га-дин, правосудие, на истине – га-эмэд и на мире – га-шалом. Аль-га-дин, аль-га-эмэд и аль-га-шалом. На трех основаниях стоит мир. На правосудии – га-дин, на истине – эмэд и шалом. Мире. И шалом – мире. Как сказано, судом истины, справедливости и мира судите во вратах ваших. Хорошо. Новый Завет. Матфея, 23 глава, 23 стих. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, помните, что даете десяти нас мяты и так далее, и оставили важнейшее законе. Что же важнейшее? Суд, милость и вера. Га-дин, опять-таки, милость – хэсет, хэсет, и вера – эмуна. Да? Перекликается это с тем, что говорят отцы? Или еще что-то новое придумал? Этика Нового Завета и этика иудализма – чем-то отличается? Разве что более высокими требованиями, правда? То есть, суд – ха-дин, хэсет – милость, и вера – эмуна. Матфея, 9 глава, 13 стих. Пойдите и научитесь, что значит «милости хочу». И милость как будет? Хэсет, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников. Матфея, 12 стих. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», хэсет, опять-таки, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. И о себе Иешуа говорит «я есть путь, и истина, и что? Жизнь». Да? Эмет – опять «истина», хай. А путь, можно сказать, «дерых» или «галаха». Сам Иешуа – он и живая «галаха» для нас. И никто не проходит к Отцу, как кроме через меня. Итак, видите, Иешуа говорил о следующих вещах. Если взять разные места. Правосудие. Так, шесть вещей. Шесть вещей. Правосудие. Или суд – ха-дин. Так. Милость. Хэсет. Или можно тут же говорить о делах милосердия. То есть, гмилут хасадим. Гмилут хасадим. Это второе у нас. Третье. Вера. Эмуна. Да? Дальше. Четвертое. Тара. Га-тара. Или истина. Га-эмет. Тара. Есть истина. Правда? Га-тара. И га-эмет. Пятое. Это служение Богу. Га-авада. А служение Бога для еврея – это исполнение Его заповедей Митцвод. И шестое. О чем говорил еще, и что главное – шалом. Мир. Мы должны помнить, что шалом – это не только. Это не только мир, как отсутствие войны. Шалом – это полная гармония. Это восполнение всего неполного. Мешалем – оплачивать. Восполнять буквально. Восполнять. Полный. Восстанавливать гармонию. Мы когда говорим привет, по-русски привет, а на юриде говорят – дришат шалом. Буквально требуйте мира. Требуйте мира. Дришат шалом. Требуйте мира. В этом отношении, я так понял, что у некоторых православных деятелей немножко непонимание. Вот, например, я слушал Осипова лекции, мне они нравятся. Там есть много интересных вещей. Но он говорит о слове шалом, как только в смысле о некоторых вещах, которые вот при успевании и так далее, в этом мире, мол. Евреи не говорят о шаломе. Но когда мы говорим о шаломе в действительности, мы говорим о полноте всего, да? Всего во всем. Ну, надо будет, чтобы Бог дал им тоже понимание. Поэтому антисемитизм в церкви – это серьезная проблема. И еще есть некоторые заповеди, о которых говорят еврейские мудрецы, что это равносильно всей Торе, да? Мы говорили, выполняет человек, он выполняет весь завет, да? Но есть такие заповеди настолько важные, что говорят, что эта заповедь равносильно с заповедями Торы. Какие же заповеди считают еврейские мудрецы? Обрезание, милосердие, благотворительность, соблюдение субботы, так, ношение тфилин, цицит и проживание в стране Израиля. Обрезание, милосердие и благотворительность из этих шести заповедей считаются самыми главными в иудаизме, да? Какие шесть заповедей мы говорили? Обрезание, милосердие, благотворительность, соблюдение субботы, да? Надевание талита и тфилина и проживание в стране Израиля. Ну, вот, например, почему ортодоксальные евреи одевают талит, тфилин, кажется, это излишне, да? Во-первых, это выполнение заповеди, что иметь Бога где? В разуме своем, да? Иметь Бога на руке, некоторые группы евреев одевают на правую руку, есть такие группы евреев, которые одевают на левую руку, это тоже халаха, понимаете, там четко не сказано, но на голову и на руку. И мы знаем в откровении, что кому-то будет положено начертание, да? На щело его и на правую руку. И некоторые говорят, чипы все там приделаем. Вот, я когда ехал с Казахстана, как раз у нас там был спор в купе. Я там одна молодая женщина, один парень, и мы там спорили вот насчет этих всех вещей. Вот, но правильно этот парень сказал, что, говорит, у нас так, если эти чипы будут, значит, половина, говорит, испортится от неправильного хранения. Второй, говорит, половину разворуют. А те, которые все-таки у нас оживили, наши хакеры перепрограммируют. Так что ничего зато, скорее всего, не получится, да? Когда говорится 666, есть в Библии упоминание 666, и все так боятся, это 666. Некоторые говорят, что это вот эти вот черточки на этих вот самых, это не какое там 666. Вы знаете, это вообще глупо было. Одна женщина православная, и она, значит, вдова, в общем, да, и детям покупала молоко, вот с этими вот, да, ну, полосочки, знаете, вот эти полосочки. Вот, и ей этот священник, да, штрихот, да, этот священник ей сказал, ты знаешь же, ты не должна была делать, ты в себя впустила явола. Теперь тебе нет спасения. Это священник сказал. Она взяла и повесилась. Но мы должны мыслить по-еврейски. Видите, что такое имя? Какое имя на этих коробочках? Шин, да? Шин – это такая же буква Ша. Она состоит из трех частей, да? Это имя Божье. И если разуме будет не имя Божье, а что? Антихриста. А рука – это действие во имя Антихриста. Вот это и есть то, что будет положено на чертание, да? Сейчас уже насимулируется. Да. Вот. Так что, да, это уже происходит сейчас. А когда приявится Антихрист, это будет уже явлено. И был тому пример, когда многие церкви признали Гитлера. Помните, мы рассказывали об истории? Уже было такое. И будет еще раз. Естественно. Еще важные заповеди, видите, это заповедь о субботе. О субботе. В основе субботы лежат три идеи. Первое – это память о мироздании. Помни день субботний, чтобы светить его за хор, да? И шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Почему не делать никакого дела? Да. В шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что у них, а в седьмой день почил, то есть зашабашил. Да, буквально сказано – зашабашил, шаббат. И поэтому благословил Господь день субботний и осветил его. Итак, это в память чего мы празднуем субботу? Да? В память творения мира. И сказано в Медреше. Трое свидетельствуют друг о друге. Израиль, суббота и Господь. Израиль и суббота свидетельствуют, что Господь един. А Господь и суббота свидетельствуют, что народ Израиля един среди всех других народов. Есть такое выражение, что Израиль не соблюдал субботу, да, но суббота хоронила Израиль. Ну, есть в разных вариантах это выражение. Говорят, что если все евреи хотя бы две субботы подряд будут соблюдать, да, придет Машех. Я еще раз говорю, это говорится не о спасении, правда? А о почтении Бога, как царя и творца мира. И с другой стороны, видите, этика тоже отношения Бога и человека, и отношения. В субботу она особенно проявляется, да? Вот. И отношения между человеком и человеком. То есть, для чего? Чтобы отдохнул раб твой, да? Первое, это мы видим исход 20 глава, второе, второзаконие в пятой главе. Соблюдай день субботний. Первое, помни. Второе, соблюдай. Захор, поэтому говорят, и шмор. Две заповеди о субботе. Чтобы свято хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог твой. И здесь говорится, казалось бы, 10 заповедей повторяются везде одинаково, да? Но здесь говорится о двух аспектах. Второй аспект – это отношения между человеком и человеком. То есть, день, седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твой, ни вол твой, ни осёл твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой. И раба твой, и так далее. Когда имеется в виду раб, значит, имеется в виду и наёмный работник, да? Когда имеется в виду сход, имеется в виду и твой автомобиль, и твой холодильник. Поэтому евреи выкручивают лампочку в холодильнике и ставят лифт на автомат. И дают аппараты тоже на автомат. Еврейские коровы такие умные, что в субботу сами приходят и уставляют двумя в автомат, чтобы их подоили. Только еврейские коровы могут такое. Но, ещё раз мы говорим, что даже при малейшем сомнении, когда вопрос идёт о спасении жизни, дозволено нарушать закон субботнего отдыха и другие законы, кроме этих трёх. Этот принцип, мы будем о нём говорить подробно, называется пикоах нефеш. Пикоах нефеш. То есть спасение жизни. И имеется в виду не только в том случае, если уже опасность такая серьёзная, да? Но если есть хоть малейшее подозрение на то, что это будет вредно, да? Мы постимся, мы постимся до каких пор. Но если есть хотя бы незначительное подозрение, что это будет вред для нас, то что делать? Надо кушать, да? Правда? Потому что заповедь и заповедь. Свидетели Иеговы, вот, они, в общем-то, это интересно, что это одна из групп, которая считает его действующими. Она имеет свою историю ещё с третьего века нашей эры. Я не буду говорить обдробно. Но у них вот есть такой закидончик. Они страшно не хотят делать переливание крови. И боятся переливания крови. Правда? Ну, может, в связи со СПИДом это и следует бояться. Но вообще-то, в принципе, вопрос, они там даже буквально некоторые дети там погибают, а они не хотят, ну, документальные фильмы показывали, переливать кровь. Но это абсолютно не по Торе, абсолютно не по Божьему, да? Запрет есть в употреблении крови. Пищу, как пищу. А как лекарство можно употреблять кровь? Донором может и еврея быть? Да, конечно, тот, кто отдаст свою жизнь, а кровь символизируется жизнью, другу своему, товарищу, близнему своему. Это хорошая заповедь, это хорошая митсва. Евреев обвиняют, да, обвиняют кровь на вете, но тем более у евреев вообще не употребляют кровь, пищу, да. Но я ещё раз говорю, в том случае. Или заповедь о субботе. Вот если у вас нет другой работы, и вам грозит безработица, конечно, если у вас такая работа, что вы можете работать или не работать, и у вас своя собственная лавочка, да? И вы можете не работать, то, конечно, вы должны субботу соблюдать. А если вы находитесь на какой-то работе, ну вот жена у меня сейчас работает по субботам, да, всё. Она уже не ходит со мной вместе, начался учебный год. Так что, ей увольняться, что ли? Она не может составить так расписание, что у него, получается, субботу нужно работать, да? Значит, такое есть заповедь, что если человек не может соблюдать субботу, пусть работают в субботу лучше, чем он будет побираться. Правильно? То есть, нет абсолютно строгих заповедей. Заповеди даны для блага человека, а не для того, чтобы они уйдели. Но тот, кто субботу, знаете, из упрямства не соблюдает. К сожалению, у христиан есть определённые вещи, и я так считаю, что, наверное, тогда антисемитизм прекратится в церкви, когда христиане начнут соблюдать субботу. Интересно, что католики уже это поняли, и они говорят, что мы соблюдаем субботу, да, как суббота, который день Господа. Вот, по Торе. И мы соблюдаем воскресенье в память о Новом Завете, правда? Поэтому не надо так противопоставлять, что или суббота, или воскресенье, да? Или что суббота, ну, Елена Уайт, она тоже, кстати, имела еврейские корни. Это Уайт, её фамилия по муже, то ли она Блюмберг, то ли Шломберг, не помню, в общем, как-то. Вот, у неё было интересное откровение, что она видела скрижали заповеди, да? И четвёртое, Рафа, вот эта заповедь о субботе сияла. Но дальше у неё, это очень хорошее, это правильное откровение. И разумное, и мудрое. Ну, дальше у неё есть высказывания, такие, что, вот, я читал одну брошюрку, что этот Бог спросит, там, типа, на небе, «А соблюдал ты субботу, и все, кто не соблюдал субботу, пойдут в Гену». Правильно это? Нет, конечно. Вот. Поэтому я говорю, что это удивительное, кстати, течение. Дело в том, что адвентисты седьмого дня и свидетели Иеговы, близнецы-братья. Да. Они произошли от одной группы, от одной группы верующих в середине XIX века, сильно ждали конца света. Как-то там посчитали особым образом, что совпадёт Пасха. Именно, я не знаю всех тонкостей, может, кто знает. И потом они стали ждать конца света. Конец света не наступил, да? И тогда эти две группы разделились. Вот. Они и те, и другие ждут, и все остальные христиане, кто верующий в Ишуа, ждут. Все христиане адвентисты, правда? Вот. Но там есть определённые вещи в учении. Но что единственное неправильно у свидетелей Иеговы? У свидетелей Иеговы неправильно то, что Бог не троичен, да? Но есть такие мнения, что и свидетели Иеговы тоже придут. К правильному пониманию своего рода. Есть уже к этому у них там тоже определённые предпосылки. Что касается адвентистов, они в этом отношении восстановились. И сейчас у них вполне здравое, нормальное учение. Вот. А соблюдение субботы – это замечательно, это прекрасно. Слава Богу. И Божий Болосовник. Только вы должны помнить, что это на спасение наше не влияет, да? Но на соблюдение заповедей, на то, как мы любим Бога, это влияет очень в большой степени. Поэтому я верю, что когда все христиане всего мира будут соблюдать субботу, как адвентисты седьмого дня, как евреи, как мессианские евреи, вот тогда наступит, да, единство. Это не значит, что все станут одинаковыми. Но мы все должны любить и уважать, и быть едины, как единое тело Христа. Это прекрасно. Это замечательно. Видите? Хорошо. И еще есть такие важнейшие части еврейской веры и учения. Единство Бога, святость имени Его, обязательное изучение Торы, воспитание детей в духе, изучение Торы и ее заповедь, любовь и уважение к Торе и изучающим ее, а также обязательное чтение Шма, заповедь и ношение тфелин, обозначение еврейского дома, прикрепение мезузы на косяке двери, обязательное соблюдение заповедей Торы, любовь к стране Израиля, и упоминание об исходе из Египта, как символ свободы. Мы уже говорили о вере и праведности, что праведной верой своей жив будет. И тоже интересно самое место, Яков пишет, да, цитирует тоже средство, но не делами, или образовался протест наш Авраам, да? И мы говорили о взаимоотношении этого. И Давид, Давид, все 613 заповедей собрал и свел к 11, к 11 заповедей. И опять-таки эти заповеди относятся к этике. Опять-таки заповеди относятся к этике. Это Солом 14, да? Кто может пребывать в жилище твоем? Первое. Кто ходит непорочно? Да, помните, мы говорили? Непорочность, целостность, цнюд. Да, целостность. Кто делает правду? Дздака. Кто делает что? Дздака. Говорит истину, эмет, в сердце своем. Значит, первое, ходит непорочно. Второе, делает правду. В оригинале потреблено слово «здака», делает «здаку». Третье, говорит истину. Истина что? Эмет. Помните, мы еще раз говорили? Это и Новый Завет, и Танах. Не клевещет, не злословит языком своим. Четвертое. Пятое. Не делает ближнему зла. То есть не делает другому то, что ты хотел бы, чтобы тебе сделали. Шестое. Не принимает поношения. То есть что такое поношение? Сплетню на ближнего своего. Тот, в голосах которого презрен, отверженный, имеется в виду не презрение к человеку, а имеется в виду в том, чтобы не участвовать в делах, да? Не разделять беседу, не сидеть в совете нечестивых, не ходить путями, да? И так далее. То есть отвержен. Презрен, отверженный. Девятый, который боится Господа, да боящийся Господа славит, боящийся Господа славит, употреблено слово «кавод» – уважение. Девятое. Клянется хотя бы злому и не изменит. Некоторые говорят, ну, это клятва, вот это к верующим, а с неверной клятвы какие клятвы, да? Есть такие некоторые рассуждения, даже у еврейских некоторых равенов, что кое данное клятвы не действительность. Ну, действительно, если человек клянется, то есть дал слово, он должен его сдержать. Десятое. Кто серебра не отдает в рост? Вы знаете, что заповедь, а запрятие ростовщищества, да? Если бы все евреи соблюдали эту заповедь, все банки бы накрылись. И горели бы синим пламенем. Вот интересно, что среди староверов есть такая староверы, да? Группа, они староверы, в особенности такая группа Малакани. Малакани, кстати, Малакани были одним из первых пятидесятников в России. Они приняли Духа Святого. Фонтанны были крещены Духом Святым. Они изучают Тор, да, как словесное молоко. Они изучают также Танах. И у них есть очень много вещей, которые... Они живут по Торе, по толкованию Торе. Есть еще и иудействующие. Тоже очень интересная группа. Это станция «Зима». Есть такая в Сибири. Там живут иудействующие, да. Очень такая интересная группа. Еще с 15-го, с 14-го, 15-го века в России появившаяся. Намного раньше, чем адвентисты. И если это солдата Швейка, знаете, да? Есть еще продолжение. Когда были собраны материалы, потому что Гашек не закончил это, а друг его вместе с его женой, закончив эту книгу, солдат Швейк в русском плену. И вот Швейк со своим другом, ну, как вы знаете, были военнопленные, голодные, работали у одной барыни, а жили они у староверов каких-то на квартире. И они стащили у нее таксу, сварили эту таксу и съели. После чего хозяйка взяла свою печку и разломала. Ну, сразу понятно, свой человек. Да? Сказано такое в Торе? Ну, поймите, там немножко про другую вещь в Торе. Если печка по, на иврите, танур, а в тюркских языках называется тандыр. Там совсем другая печка. Там берется вот этот хлеб, да, лаваш, и прямо на стенку печки, да? Ну, естественно, если в такой печке что-то нечистое, то надо ее разбивать. Надо, да? Ну, а если у вас какая-то печка другая, плита, то не надо. И все сады делают. Русскую печку не надо разбирать. Хорошо. Не принимает даров против невинного, то есть судит справедливо и не берет взятых. 11 моментов, да? Исайя, 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 33 глава, 14-15 стих. Там дается вопрос, кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Я еще раз говорю, помните, грешники и дьявол не потому, что ад закрыт и навешан такой большой замок, они не могут из ада выйти, а потому что они не могут прийти в Божье присутствие. Правда? Ад открыт. Но они сами не могут покаяться и не могут прийти. А кто же может жить при огне пожирающем? Кто может жить при вечном пламени? Опять-таки, тот, кто ходит в правде, говорит истину. Второе. Первое. Ходит в правде. Второе. Говорит истину. Да? Презирает корость от притеснения. Четвертое. Удерживает руки от взяток. Значит, третье. Это корость от притеснения отвергает. Четвертое. Удерживает руки от взяток. Пятое. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Вот вы, например, конкретно. Слушайте. Вот там-то столько-то поубивало. Там-то такая катастрофа. Там-то да. Посмотрите фильм. Знаете, какой самый жестокий фильм был своего времени? Александр Невский в 1942 году. Там были сцены убийства и насилия. Смешно, да? Самый жестокий фильм. Да. Можно рекорды, низу рекордов Гиннеса поставить. Зато я теперь смотрел фильм этот, Тарас Бульба. Так там они даже по жестокости, по-моему, сцен носили, переплюнули даже этого японцу. Вы знаете, что обычно фильмы на Голливуд снимают в трех версиях. Первая версия наиболее мягкая. Она для жителей Европы. Средняя для американцев. А самая жестокая для японцев. Учитывая национальный характер. Но наши даже японцев переплюнули в этом. Должны ли мы это все смотреть, слушать? Даже пассивно, правда? Как и курильщики, есть активные, есть пассивные. Поэтому затыкай уши и не слушай. И закрывай свои глаза. И закрывай свой рот, чтобы не говорить. Да? Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего не знаю и ничего никогда не скажу. Это хороший этический такой принцип. Хорошо. И еще пророк Исаия выделил такие две важнейшие заповеди. Исаия, 56 глава, 1 стих. Сохраняйте суд и делайте правду. Ибо близко спасение, близок Иешуа мой, и откровение правды моей. Да? Сохраняйте суд и делайте правду. И пророк Миха. Пророк Миха. Мы сейчас говорим об основных заповедях. И пророк Миха говорит, Миха, 6 глава, 8 стих. О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Бог? А с чего требует Бог? Бог много не требует. Да? Да. Действовать справедливо, первое. Второе. Любить дела милосердия. И третье. Что делать? Смиренно, мудренно ходить перед Богом. Итак, мудрость какая смиренная. Первое. Действовать справедливо. Второе. Дела милосердия. Милут хасет опять. Те же самые. И смиренно мудрее перед Богом. Так, сейчас я вам скажу. Миха, 6 глава, 8 стих. Хорошо. Что, делаем перерыв сейчас? Или дадим определение митсва? Ну, сделаем перерыв, давайте. Хорошо. Так, 6 глава, 8 стих. Хорошо. Пока есть перерыв, кто хочет, может себе погулять. Если хотите, я вам почитаю немножко из Пергея. А вот. Тоже интересные вещи, касающиеся обучения. Интересно нам? Вот. Да. Антигон из Соха был учеником Шимона Праведника. Он говорил, не будьте как слуги, служащие господину ради награды, но будьте как служащие не ради награды, и да будет страх Божий на вас. Он же говорил, влекущийся за именем имя свое погубит. Кто не прибавляет, теряет. Кто не учится, на смерть обречен. Кто пользуется короной, пропадет. Видите? Кто не приобретает, тот теряет. Ешева говорит это, да? То же самое, что говорят еврейские мудрецы. Продолжение следует.